Бест оф 3 это карта Cobblestone первая, вторая карта будет D-Inferno и третья карта D-Cash. G2, кстати, выиграли Cobblestone вчера у Liquid, да, по-моему? Не у Liquid, а с кем они играли? G2 играли у нас против Liquid, да, ты прав, ты прав. Да, у Liquid выиграли на Cobble, то есть и в целом, конечно, G2 вроде как на бумаге, здесь должны быть сильнее своих оппонентов, но опять же в бест оф 1 противостоянии, напомним, клоуда выиграли D-Cash и сделали это довольно красиво. В атаке играет сейчас Cloud9, G2 в защите, нет совершенно щипчиков у французов, ну и вот он, выход на точку B. NBK пытается убить хоть кого-то через этот смок, не получается абсолютно, аутиматик вместе с тиммитом зажимает у нас дроп, это неплохая тактика, вот атаки можно выходить через оранжевый, тут 5 игроков и бумба, тимримин перетягиваются на мидл, а там КНС, неплохо действует на тимнатфинга, все-таки отвечает Апекс, отлетает за машиной, аутиматик тоже подключается к этому просто празднику хедшотов и последний Шокс, который в принципе с этой позиции может кого-то забрать, но сможет ли он еще и раздефузить бомбу, которая только сейчас была поставлена с кодулом? Крайне тяжелая ситуация здесь для Решара, пока он не раскрыл своего местоположения, но совсем скоро Клоуда узнает, где оппоненты и просто могут его разорвать со всех сторон. Шокс занял такую позицию выжидательную, стоит, пытается кого-то словить, но мы видим, что Клоуда очень аккуратно играет. Ситуация 4 в 1, это говорит о том, что настроены американцы очень серьезно на этот матчап, ну и пистолетку они выигрывают. Поздравляем команду Клоуд Найн, хорошее начало против G2, хороший раунд, 3 плюс 2. Как тебе вообще задумка, да, через дроп, вот через мидл попытаться просто выйти, сплит, так обычно у нас делают команды, которые и на пистолетах могут выйти, и на девайсном раунд тоже прокатывают зачастую. Но вот здесь хорошее начало от североамериканского коллектива, поздравляем с этим первым раундом, хорошее начало Кобблстоуна, и, соответственно, можно уже выходить на счет. Кстати, тактика, которую я постоянно использую при игре со зрителями на матчмейкинге. Так, ну она зачастую работает. Три дроп, три дроп, коннектор на А и двое с бомбой. Ну просто еще дроп, видишь, в пистолетном раунде чем ценен этот раунд. Но они, кстати, через платформу тоже выходили, ты обратил внимание? Да, да, то есть они там попытались погусить, да, вот был смог в платформе, и выход вообще был через дроп. Да, ты очень правильно сказал, то, что был смог, через который выходили игроки команды Cloud9 за хуб. Это тоже очень важно, на самом деле, упомянуть в этой тактике. Так что пользуйтесь, пользуйтесь, качайте демки команды Cloud9, и у вас все будет получаться. Ну, почти может быть все получаться, потому что есть команды, которые контрят, особенно команды, которые в первом раунде укрепляют каким-то образом дроп. Хотя зачастую проигроки отдают эту позицию, потому что понимают силу тэков, иглоков на ближнем расстоянии. У нас через дроп как раз-таки действует Тюит ОК. Потерли в этом раунде уже Аутиматик, НБК неплохо работает с Диглом, так же не пропускает дальше СТюит ОК. За кубом это все произошло, и есть еще минус от Боди. Натанг отвечает весь Скадулом, остается в ситуации 2-3. Ну и можно выходить, один хп у НБК, а Кенниас сильно проседает, но живет, это самое главное. Можно сыграть на размине. Там два красных сидит за Лениным морозит, за Натанг забирает Апекса, который попытался выйти через куб. И очень перспективный раунд для G2 заканчивается тем, что ситуация 2-2, но красные как помидоры просто абсолютно все игроки. Кеннис делает минус по Натангу. Ну вот пуля в тело и все. Да, но там скаут, который уже знает, где находится этот Дигл. Кенни не пытается, ну вернее старается, но не попадает просто по сопернику. Есть уже бомба на руках у Скадудла, 32 хп. Еще раз напоминаю, и все-таки переключается Скадудл на свой пистолет и забирает последнего игрока команды G2. Хорошая попытка, Алексей. То есть, да, вот игра по пистолетам, там НБК неплохо законтролил свой Дигл, два минуса. Также подключился еще один игрок. И в целом у нас уже были Клауднайны не в самом лучшем положении, но смогли выйти благодаря Скадудлу и его тиммейту. Проблемы были, конечно, у американцев здесь, и G2 очень хорошо попотели на своем форсбайе, но не получилось. Сейчас Эко. Я, если честно, вот переживал, наверное, за Скадудла, потому что он действовал со Скадудла, там не сразу же переключился. Да, да, да. Мог поплатиться за это. Кенни успел выстрелить два раза, с Дигла и просто ни разу не попал. Хотя один патрон и все, наверное, там было окончено, но так неплохо. Работает через плато, три минуса. Аутиматик между Шраудом разбираются с остальными. Но только одного СТУК потеряли, который вновь действовал очень агрессивно. Первым номером выходил просто через дроп. Ну и, соответственно, есть сейчас возможность хорошо закупиться от G2. Испо расправляются АВП и автоматические винтовки. Ну что, ответ уже от G2. Ожидаем сейчас. Клауда должны тоже в атаке предложить какой-то интересный раунд, чтобы закрепить свое преимущество, чтобы взять пятый оружейный, вывести тогда все это дело на счет 5-0. Ну и G2 тоже, наверное, можно говорить о том, что нужно действовать без права на ошибку. Кеннис АВП просматривает middle. Там в матриксе находится Apex. Два игрока у команды G2 отвечают за точку A. Ну и трое стоят на B. Один под платформой. Это Шокс с СМК. На кубе сидит Бадди. И в дропруме стоит NBK. Ну это очень интересно. Шокс будет, наверное, первым встречать оппонентов. Хороший, опять же, кроссфайр с Бадди на дереве. Прочекают ли эту дефолтную позицию сейчас игроки команды Cloud9. Шокс откидывает СМК. Шаут. Выход. Очень легкий минус. Нет, все-таки не забирает противника. Бадди провалит через СМК. И его все-таки отрабатывает игрок команды Cloud9. И 5 на 4. 7 хп осталось у Шауда. Тем временем выход на нижний мидл. Апекс забирает все-таки одного стюэта. Аутематик на размене с UMP. Хэшрауда здесь нужно убивать. Шокс справляется 3 в 3. Так, но при этом мы видим, что Cloud9 развернули вектор атаки. Идут уже они на Аплент. NBK стоит в коннекторе. Волнуется за дроп. Действительно, там может зайти какой-то сумасшедший люркер. Ну и Авик. Там довольно плохая позиция для Кенниса. Он тут совершенно не мобилен. Единственное, что он действительно может просматривать деревяшку. А Cloud9 будет идти в близких позициях под машиной. NBK забирает Nothing. Аутематик размен тут же на Кенниса. Ситуация 2 в 2. NBK отлично играет. От него с девятки врывается. Забирает Аутематика. И Скадудл один против двоих. Есть бомба на руках. 23 секунды до конца этого раунда. Нужно уже устанавливать этот пакет. Скадудл выстрел. Опять же, после этого просто нужно сыграть не по одному NBK вместе с Шоксом. Оба действуют через машину. Скадудл тоже через дефолт пытается найти угол для того, чтобы реализовать свой АВП. В очередной раз. Так замечает NBK. Неплохо забирает его. Но Шокс тут же на размене тащится раунд для команды G2. Ну ты знаешь, что раунд G2 берут, но какими силами? Очень тяжело. То есть погибает 4 девайса. И АВП от Кенни. То есть позиция на девятке. Этот угол. Учитывая то, что не было армора, ты промахиваешься. И у тебя нет шансов отойти. Так что слишком агрессивно действовал Кенни в этой ситуации. Нельзя было так. В ретейке очень тяжело. Ну, Скадудл попытка. Ребята, есть опять же такие вопросы в чате. Где Свэк? Свэк участвовал в этой команде только на один турнир. Была замена на Скадудла. Опять же, Свэк приходил, ну, попытался все-таки на саммите команде помочь. И все. Только один турнир, который принял вот Скадудл, все-таки не смог там по здоровью поучаствовать. И Свэка пригласили. Ну и Свэк и так, как стриммер, числится в организации Cloud9. И больше не будет играть. Ну, до разбана, наверное, на турнирах. Как Dreamhack, ESL, Valve, я думаю, тоже будут поддерживать только этот момент. Мы вчера это очень долго с Алексеем обсуждали. Тут начало раунда довольно-таки неплохое. Шокс внедряется в Смаки на плато. Выход от Шауда. Тут все-таки переспреивает Шокса. Остается очень красный. 12 хп. Бадди выгоняет с дерева. Это стена Смакова. Очень хорошая тактика от атаки, которая практически не контрится. Это жесть. Посмотри, Клауда полностью взяли на вооружение тактику Норс. И вот готовы ли G2 к этому? Уже два минуса. Проблемы у французов огромнейшие. И если проиграет этот раунд, ресет экономики Стю и врывается делать. Минус по НБК и Кеннис. СВП отвечает, но это сейв. И G2 проигрывают очередной раунд. Ну и здесь, конечно, крутость игры в атаке. Мы только что посмотрели от североамериканского коллектива Клауд Найн. Выход под раскидку. Агрессия от первого. Шокса забирают. Потом Бадди выгоняет с дерева. Хороший Молотов. Смаки на плент. Соответственно, стена есть. Все просто перекрыто. Против такого не попрешь. И здесь АВП не сработало особо только одного. Стю и ТК забрали вновь. Кстати, Стю и погибает. Ну, Клауд Найн, конечно же, очень хороший в начале этого Коблстоуна. С этим спорить вообще нельзя. А прикинь, Клауда 2-0 выиграет. Ну, я не случайно такой, Алексей. Знаешь почему? Потому что вчера мы посмотрели этот матч-ап. Мы посмотрели, как G2 играли против Клауд Найн на карте ДК. И не справились со своими противниками. Да, и сегодня G2 тоже, в принципе, испытывали проблемы. И сегодня 1-2 против Liquid. Ну, ребят, Liquid это команда, которая находится не в оптимальной форме. Да, там Liquid неплохо показали себя на карте Детрейн. Играли, кстати, в стиле оптик гейминг. Очень медленные выходы. И это благодаря Станиславу. И, ну, дальше, конечно, не получилось у Liquid пройти. Но G2 испытывали некоторые проблемы. Они идут по этому турниру. Ну, и сейчас вот тут G2 проблемы, да? Ой-ой-ой, какой ранбуст, это красиво. И вот, вот она эффективность этого мува. Ну, слушай, ну это вообще круто выглядело сейчас G2. Молодцы. Показали сразу очень крутую фишечку в начале этого раунда. И получили преимущество благодаря минусу от Кенниса. Такие моменты хочется, конечно, наблюдать и наблюдать. И побольше, чтобы нам команды демонстрировали такие фишки. Apex подсажен на боковом. Есть Максимерка в руках. Там Nothing готов действовать. По данной обстановке, опять же-таки, собирать информацию. Шокс воскидку увидел. Не пропускает все-таки Apex Nothing. Нужно уже менять позицию. Но дело в том, что никто не разменивает. Только выход через мост от остальных игроков команды Cloud9. Автиматик Скадудл из Тюит. Окей, неплохо. Там Шокса не прочекали. Хи-ни! Так же там нагоняй просто Скадудлу. Шокс забирает последнего. Чистый раунд от команды G2. Ну вот, ты знаешь, кроме того, что ранбуст мы увидели, обрати внимание на гибкость от G2. Шокс, который смотрел платформу в оружейных раундах, он только что стоял на A. То есть очевидно, что поменялись точками под конкретный раунд. Ты же отмечал ранбуст. То есть его можно сделать, если у вас хорошие респы на точку B. То есть он сработает. Да, его можно делать, когда угодно. Но для того, чтобы был сюрприз для игроков атаки, только первые респы, понятно, что нужно было меняться. То есть это пластичность защиты, согласись. Раскидка готовится от команды Cloud9. Абсолютно вся Катавасия будет сейчас на точке B. И вот как сработает Бадди вместе с Шоксом. Шокс уже на точке B будет принимать. Так, есть, по-моему, инфа по Бадди. Шокс тут морозится. Походу, его пока даже не чек. Шокс делает один минус. Возможно, второй оставляет красным Шралл. Делает минус по Шоксу НБК. И Бадди делает по минусу. Опять же НБК. Скуба очень выгодно. Врывается на хелпу и делает два минуса. Ну и, судя по всему, это третий раунд для G2. Ну и здесь уже просто большинство игроков защиты находилось на позиции. Соответственно, и Шокс там поработал неплохо в углу. И остальные ребята Бадди откидывались неплохо флешками. Соответственно, слепущие выходили игроки команды Cloud9. И вот они на ваших экранах. Апекс, Шокс, Кенни и компания, которые сыграли два очень приятных для себя раунда. Очень мало теряли, много убивали. Соответственно, выходят на хорошую экономику. И Шокс ее хочет сейчас укрепить против пистолетов без арморов. У него это получится. Но G2 вот в рамках начала, скажем так, этого матча уже возвращается. То есть были проблемы. И Cloud9 показывали неплохую игру. Но вот G2 как-то собрались, сконцентрировались и начали убивать своих оппонентов. Шокс действительно купил себе Rubby Poison Dart. Такой вот у него девайс. Отравленный дротик в руках у Шокси. Будет просто сейчас этими дротиками закидывать своих оппонентов. И те будут истекать кровью и погибать. И Шокс будет еще регенерировать свое хп. А, то есть еще лайстил у него будет. Да, то есть, но это очень берсерк просто у нас Шокси. И, соответственно, ну такое можно говорить, особенно когда у вас, ребята, полчетвертого на часах. То есть 18+, и все дела. Но вот сейчас будет 18+, для команды Cloud9, потому что выпады на точку А. Все позиции просматриваются. Апекс слишком легкий. Минус под шифтом пытался выйти. Стюит окей. То же самое идет остальные. Что такое происходит? Скадул и шаут. Отлетает. Автематик все-таки убивает. Он окей. Апекс! Какая стрельба! Вон там залетает по анатвингу. Ну как вон там. Понятно, что не в голову, но по красному сопернику. Бадди добирает последнего Автематика. 4-4. А-а-а, сложно. Сложно. 4-4. Но вот Cloud9 смотри. Пока мы увидели выход на B интересный. Увидели пистолетку, выход через платформу и дроп. Увидели заход на A. При котором, помнишь, когда Кеннис играл в ретейке. И тогда 3-3 ситуации Cloud9, по-моему, проиграли раунд. Проиграли точно. Но вот Cloud9 в принципе довольно разнообразно, честно, играет. Вот я попытался проанализировать старт этого матча. И в принципе вижу, что Cloud9, карта Cobblestone, довольно неплохо подготовлена. Вот сейчас играют 3 игрока на старте рукава. Кеннис просматривает из Матрикса Мидл. И вот этот вот смог, который только что положил Апекс, он, конечно, немножко обламывает планы от команды Cloud9. Но в любом случае здесь североамериканцы собираются чекать эту позицию. Именно вот рукав, отбивать вот все позиции, которые близки к точке А. И возможно, возможно, Cloud9 будут сейчас готовить платформу для такой фишечной раскидки Аплента и выхода в итоге на точку А. Оставили сейчас люркера в дропе. Единственное, это Аутиматик. Он играет как раз-таки в дропруме. Ну и вот уже решение от G2. Они решили, не имея информации, поджать мидл. Да, есть у нас уже размена. Аутиматик забирает НБК, Кенни. Есть АВП, информация. Пытаются все-таки выйти под фермершрубки. Команда Cloud9 получает зону Стюит. Два минуса от него Апекса и Кенни. Аз не выживает в этой перестрелке. На перетяжке работает Бадди, но там АВП уже от Скадудла будет петь. Для своей команды. Два в один. Стюит окей вместе с Скадом против Шокса, который перетягивается и будет действовать через нижний мидл. В принципе, может удивить своих противников. Но дело в том, что Скадудл уже услышал, наверное, оппонента. Или все-таки будет просматривать выход на дерево. Тут Стюит окей. Да, есть информация по последнему игроку защиты. Шокс, попытка убить. Так, вылетел у нас пистолет. На такое, опять же, не ведется у нас Скадудла, который сделал выстрел. 61 хп у Шокса. И неплохо простреливает соперника. И Стюит приходит на поддержку. И возможно, даже этим топотом он спровоцировал на стрельбу Шокса. И второй вышел уже, как бы понимая, где оппонент, вышел просто и сделал минус. Хорошо сработали. Неплохо, да, здесь. Тут нужно отметить то, что ключевой минус как раз-таки сделал Скадудл по Бадди, который пришел на хелпу на точку А. Хотя, в принципе, ситуация была 2 в 2. И, в общем-то, если Бадди сыграл бы, может, чуть по-другому. Или как-то, ну не знаю. То есть, знаешь, вот тяжело просто понять там тайминг. То есть, есть информация, что заходит на А, потому что, помнишь, как раз-таки в медле были перестрелки. И не было понятно, насколько глубоко могли пройти игроки атаки. Поэтому Бадди, в общем-то, не владея информацией, решил сыграть довольно быстро на хелпе. Ой, ошибка от Шокса, на самом деле. Шаут легкий минус. Для него уже есть преимущество команды Cloud9, которые можно укреплять. И я напоминаю, что это выход на точку А. Готовится 3 игрока через лидной. Ну и, соответственно, под мостом также действует Стьюи 2K, который включился. Я этого ожидал. То есть, начало у него было не очень. И вчера на кэше было то же самое, Алексей. Помню, что Стьюи не было. Потом Стьюи начал убивать. И был одним из лучших игроков вообще этого матча. И в предыдущем раунде тоже минус 3. То есть, уже работает молодой Джейк. Йип. Апекс. Откидка Смака Молотова на длинный. Тут готовится десантура от Аутематика вместе с своим тиммейтом. Но только по своей же Молотовой. Флешка тоже интересная. Моментально летит. НБК решит, наверное, поджимать. Но это не очень правильно будет. Тут Стьюи 2K. Есть хэдшот. Еще 5 в 3 ситуация Бадди вместе с Апексом и Кенни. Эсом промахивается. Все-таки мастер Кенни. Нужно перетягиваться на девятку. Действовать как-то более пластично. Но идет выход от Клауд Найн. Стьюи 2K все-таки проходит там Молотов, который не позволяет действовать Кенни. Еще и Стьюи 2K пытается его зажать. Аутематик находит свой минус по Бадди, который как раз-таки пытался найти врага наверх-низ. Но тут полностью все расшатали Клауд Найн. Молодцы. И они уже могут выходить на счет 6-4, потому что Апексу и Кенни только путь на сейв. Ну и тем более 2 АВП можно засейвить. Кенни в этой ситуации попадает. Хотя в двух предыдущих, когда в общем-то мог сделать минус, промазал. Ну и Клауд, да, неплохо. Неплохо расконтролили, неплохо разыграли свое преимущество. Напомню, что сделали Тианин 3K на платформе от Шакса, который ошибся. И сейчас, конечно, Шаксу нужно сконцентрироваться. Возможно, где-то в каких-то моментах его не хватает. И это уже происходит, кстати, на платформе не первый раз. Может быть, стоит поиграть где-то более закрыто, более пассивно. Потому что вот на, скажем так, на агрессивных позициях пока Шокс проигрывает все перестрелки. Да, есть такая буква в этом слове. Но есть вот как раз-таки два АВП. Две палки-выручалки. Команды G2, наверное, на этот раунд. Все, конечно же, это летит Шоксу и Кенниесу. Или все же кто-то сработает по РСПу. Мне вот интересно. Там вроде как Апексу обратно полетело АВП. Но вот Апекс АВП это что-то тоже интересное. Это как скрим с АВП. Ну, знаю... Нет, все-таки полетело обратно. Нет, конечно. Тут, тем более мы видим, что закуп. И знаю-то, в общем-то, Клауда о том, что АВК засейвлен у G2. Шокс. Очень близко к тому, чтобы сделать килл. Довольно опасно играл игрок команды Клауда. Он даже не подозревал, что его просматривает АВП. Но здесь Клауда в мидл по-любому будет заходить с флешками. И Шоксу, конечно, очень тяжело. Он будет здесь крайне уязвим. Посмотри, какой молниеносный выход от Клаудов. Просто флешка-флешка и очень быстрый пуш через мидл. И не готовы к этому G2. Один игрок только на точке А. Это Шокс с АВП в рукаве. Ничего не получается. Пока что НВК. Там, кстати, Молотовым с вами промахнулись ребята из команды Клауд Найн. Но не проблема. Абсолютно Шокс забирает спину. Шрауда тут же на размены. И стюит окей действует через боковой. Бадди тоже пытается ворваться через двери. Не получается абсолютно. Скадудл на АВП ловит объект с Мауса. И Бадди вместе с Кенни уже на сейв. Это седьмой раунд для команды Клауд Найн. Вот насколько не идет игра у Шокса. Брати внимание. Поменял позицию. Комбинируют ребята из команды Клауд Найн. Да, комбинируют. Комбинации работают. Согласен. И дело в том, что они понимают, что против них постоянно играет вот этот сетап 2 АВП. Они будут вот так вот молниеносно ворваться на этот миддл. А почему нет? Потому что АВП не мобильно. Эти 2 АВП, которые могут сидеть на точке А, да, там кого-то одного убьет, но в целом будет размен, потому что нахрапом берется контроль этой точки. И сейчас Аутиматик просто забирает Бадди. Да. Все-таки получается, хотя опять же Бадди там мог развернуться еще и поставить что-то. Ну и Кенни на сейве АВП на дропе. Смотри, 4 плюс 1 сейчас сыграли G2. Ой-ой-ой-ой. Все-таки сделал минус. Кеннис выживает в этой ситуации. На тоненьком он здесь просто выживал. Шокс. Один пошел на А с АВП. Говорит, у меня там на Б не идет, там туда-сюда, давайте поменяемся. Станем 4 плюс 1, как настоящий капитан. Знаешь, типа, вот я кэп, я буду 1 А держать по инфе, как Зевс когда-то это делал постоянно на Коблстоуне. И, наверное, наверняка сейчас я просто много битов на Кобле не видел, но в Нави это было постоянно. И вот так вот, в принципе, точку А можно держать. Но, опять же, какое невезение и решение от Клоуд Найн. Ты видел, откуда они начинали атаку? Они даже не в мидл заняли, а еще аж вот перед первыми воротами. То есть там накидали они гранат и молниеносно просто побежали на точку А. И наказывают за эти два ВП. То есть у нас, в принципе, такой дорогой сетап пока не окупается для защиты. Там, да, был один очень крутой раунд, когда КНС врывался на плато, делал хороший минус. И с этого все началось. Команда Клоуд Найн просела. Но потом ребята все-таки смогли приспособиться. Они смогли понять, как, собственно, играют французы с этими АВП. Одно сидит у нас или очень агрессивно на плато, одно может ходить на длину или на нижнем миде. Ну ладно, в этом раунде НБК забирает стюит окей. Все это происходило на дропе. Аутиматик сразу же два минуса отвечает. КНС работает через Монумент, только Адамон Натинга ликвидирует. И Шрау тут же на размене поставил эту голову. Апекс последний, один в три. Ну, хотя бы еще кого-то забрать. Ну, большинство девайсов выбить и как-то ухудшить экономику своих соперников. Но Аутиматик зайдет в спину рано или поздно. После этого Молотова есть уже третий минус в этом раунде. Молодец. 8-4 победы команды Клоуд Найн на первой половине. Хороший Квулл Стоун от Клоудов в атаке прежде всего. О, ну и теперь два АВП в атаке от Клоуд Найн. Но, наверное, если вы чувствуете, что вы за террористов разваливаете своих соперников, то, наверное, можно использовать два АВП. Нет, все-таки видишь, одно АВП. Насколько дисциплинированное тоже решение, в принципе, от Клоудов. То есть спокойно взяли, выкинули Ави, купили еще один калаш и продолжают играть в свою игру. Что самое интересное, просто пушится дроп. Уи есть размер от нафинга. Ситуация 4 в 4 и выход также на платформу. Уи-и-и. Каким образом Кенни врывался, да, там играл слишком агрессивно. Аутематик в голову на боди. Шок с заплентов тоже не сработал. Это было просто зубодробящее от команды Клоуд Найн. Насколько быстрые выходы. Тут у нас был и мидл, и дроп. Но самое интересное, я не жду этих выходов. То есть представь, если я, как комментатор, не жду этих выходов, то G2 вообще не готовы к этому. И сейчас мы видели по приему Бэплента, что не ждали, не ждали G2 этого пуша. Насколько Клоуда сейчас разнообразно играет в атаке на Коблстоуне. Очень жестко. И очень интересно. Круто, да. Молодцы ребята. Подготовлена эта карта на все 100%. Но я напоминаю, что это пик команды G2 и Спортс, так же нужно как-то потихонечку просыпаться. Четыре раунда в защите этого может оказаться недостаточно. Стой. Ты уверен, что это пик G2? У нас Инферно пикнули Клоуд Найн, если не ошибаюсь. Инфа откуда? С С С С Л Т В Орг, извини. Да? Меня не изменяет память. Так, сейчас чекнем. Ну что, девятый раунд. У Клоуд Найн есть уже в активе очень хороший счет в первой половине. Закупаются G2. Это закуп на все деньги. Три UMP, дробовик от Апекса и МК от Шокса. В таком сетапе будет крайне тяжело принимать эти быстрые выходы. Но возможно вот сейчас будет хороший момент от Шокса. Обрывается. Там может быть прострел от Шрауда. Отдает довольно-таки много демеджа Шокс. 28 хп остается у Визави. Да, Клоуда пикнули. Ой, G2 пикнули Коблстол. Действительно. Это правда. Ну интересно. Это интересно. Ну, кстати, вот я читал интервью с Апексом перед этим матчем. Я так понимаю, взяли то ли накануне турнира, то ли уже непосредственно во время самого турнира. Апекс сказал, что сейчас у нас такой, ну типа как испытательный срок. То есть для нас поражение там это не так плохо. Для нас намного важнее там наладить свою игру. Потому что говорит, например, мы с ребятами, которые, ну вот, одни же представляли G2, вторую Envys. Говорит, у нас даже разные пути были развития. То есть мы даже разные карты играли. И сейчас мы как бы привыкаем, да, к друг другу притираемся, изучаем новые позиции. Где-то что-то получается, где-то что-то не получается. Но в целом команда G2 находится, знаешь, в поиске своей игры, скажем так. Ну, возможно, у них получится найти свою игру против Cloud9. Пока, конечно, не клеится в защите NBK, слепущий. Тут выход от шауда, отменяется Бадди. Работает вместе с своим тиммейтом Шокс на чеку вместе с Кенни. Бадди тоже убивает Аутематика, но так на размене ситуация 2-4. Очень красный Джордан, еще и по скаду тут там залетает. Ну, здесь все закрыто на самом деле. Кенни уже второй минус в этом раунде, последний. Ну, и не вышло все-таки вот как-то проломить защиту своих противников через плато. Вот видишь, о чем мы с тобой говорили? Были выходы, еще раз говорю, вот на мидл, очень быстрые врывы. Наверх-низ, ну и здесь было плато, не такое быстрое, под раскидку. Но здесь все-таки большинство командов G2 могло разобраться и друг с другом, и с противником. По позициям сыграли ребята хорошо, так что это пятый очко, последний раунд первой половины. И ты видишь, закуп был не самый оптимальный, тоже нужно учитывать, что были Фамасы, были UMP. Клауда имеет хороший оружейный раунд, точно так же, как, собственно, и G2. АВП для Кенниса, с другой стороны АВП для Скадудла. Шокс, опять агрессия на платформе. Ну, мы, кстати, помним, что в предыдущих раундах это не залетало. И в целом были проблемы у французов при удержании этого B-плента именно прежде всего. Но вот в прошлом раунде действительно устояли и смогли законтролить этот сплит-выход на точку B через платформу и через дроп-рум. Сейчас медленно играет Cloud9, там какой-то небольшой такой вот звук, кипиш, я не знаю, шум создают игроки команды Cloud9 перед дропом. Ну и вот он выход, судя по всему. Да, здесь словили NBK, очень четко его отработали. Да, и это сплит, смотри, это сплит от клоудов на оружейном раунде. И три игрока через мидл с бомбой, и двое выходят с коннектора уже на. Тут неплохие позиции у Кенни и его тиммейта. Не выпускает все-таки Кенни Аутематика. Промах по Стюит Укей, который сразу же отдает этот хедшот. Апекс неплохо выбивается бомба, но не отпускает. Тут Стюит Укей противника. И Скадудов находят еще минус по Шаксу. Последний Бадди. Ну что ж, Бадди нужно тащить, нужно идти до конца. Последний раунд этой половины против Скадудла. Кстати, у Стюит Укей, кстати, у Стюит Укей минус 3. И возможно будет квадрокилл. Посмотрим, Бадди пока что не палятся. Но все просматривается. Стюит на пленте, поставил бомбу, соответственно, уже будет инфа по Бадди. И будет просто дергать противника. Слишком все просто, под флешку можно ворваться. Тут у Бадди нет шансов абсолютно. Это мертвая ситуация. Да, не тащится. Бадди до сих пор не вышел с Хевена. Нет, уже упал. Его задергивает, и Стюит все-таки делает минус. 10-5 хорошая половина от Клауд Найн. Ну и в принципе, если G2 выбирали карту Кубилл Стоун, сейчас должна быть, ну скажем так, атака не хуже, чем у североамериканских. А я всегда говорю о том, что если пикается какая-то карта, любой другой команды, неважно G2, не G2, то в первую очередь должны себя показывать хорошо в атаке. То есть если вы пикаете, например, нюк, вот более одностороннюю карту, неважно, там вы должны хотя бы 5 раундов в атаке брать. И вот он Стюи, который включился первые 4 раунда. Совсем мы его не видели, но показал себя потом очень круто. И вот он момент, как NBK просто задергали, как дети в школу на самом деле. Да, очень круто. Очень просто, без флешек, ничего не выбрасывали, не потратили, вот кроме своих усилий, нажатий на мышку и клавиатуру, вот ничего абсолютно. Ну и, соответственно, легкий минус. И дальше через дроп, через оранжевый, можно было очень круто выходить на точку А, что, собственно, и произошло. Хайлайты от Стюи, так что были на ваших экранах. Аутематик посередине, рядом Джордан. Ну и замыкает все это дело Скадудл, вечно грустный какой-то, очень грустный и очень расстроенный. Ну и Бадди, один из лучших новичков, наверное. Не было его видно в первой половине. Да, не было пока что. Хотя вот мы привыкли видеть Баддика. А новичок, да, он очень хороший. От опорника, который убивает много, два-три фрага практически в каждом раунде. Но тут не шла игра практически у всей команды. Так что все нормально. Пять раундов, и это вполне рабочая ситуация, особенно учитывая то, что можно сейчас потащить пистолетный раунд. Будет действовать G2 и Спортс через плато НБК первый. Я напоминаю, что очень быстрая хелпа будет от Клауд-9. Поджим Мидла там. Сограется информация? Да, уже читается, уже читается полностью G2. Настинг делает минус Апекс. Разваливается B-плэн. Читается, не читается, но просто здесь все четенько. Смог в коннектор еще при этом прилетает G2 здесь. Ой, Аутиматик, какие минусы? Уже минус 2, и против НБК Апекса можно дальше действовать. Ой-ой-ой, как опасно на самом деле. Нужно просто сейчас вместе сыграть игрокам G2 и Спортс. Бомба стоит неплохо на них. Есть позиция через камень, вторая на двери. Ну и, соответственно, Аутиматик, еще один минус. Уже третья залетает. Как же круто он играет в этой ситуации, но нет дефузов. Соответственно, нужно спешить. Есть информация по Апексу, которому нужно просто убегать. Есть уже дефузы на руках. Бомба не на него стоит. Аутиматику нужно просто сейчас дефузить, наверное, эту бомбу. Апекс пытается просто запустить оппонента. Зачем же топал? И нет, не залетает этот минус Апекс, выигрывает раунды своей команды, но это был найс трайк. Чуть-чуть не доиграл. Вот буквально капелечку не хватило. Вот нет, именно не доиграл. Потому что все сделал правильно. Сделал три минуса, подобрал дефузы. В итоге вышел на бомбу. Сделал фейк дефуз. Провоцировал на быстрое действие Апекса. Но почему-то вот побежал, начал топать. Изменил свою позицию. Хотя понял, где находится его оппонент. Это был жесткий раунд. Отличные хэдшоты. Классный хайлайт от одного-второго коллектива. Но все-таки G2 оказались сильнее. Апекс потащил. Хотя, ну, ребята, ну, как бы 4 в 1 была ситуация. И здесь были кричащие ошибки от некоторых игроков, которые по одному выходили на этого классного стрелка. У нас просто плато горит огнем сражения. Три минуса от команды G2. Бадди вместе с KDS-ом ответили на минус от противника. И, соответственно, только один автоматик остался снова в 4 противника. Но это только пистолет от него. Диггл и попытка повесить какой-то красивый хэдшот. Ну, конечно, взятым пистолетным раундом G2 выравнивает немножко счет. И в целом, наверное, игру. Потому что сейчас эти возьмут следующий оружейный раунд. По факту это может быть очень даже неплохой выход на рабочий для себя счет. И дальше камбэк довольно, может быть, ну, скажем так, реальным. Потому что в первой половине Клоуда выглядели очень сильно. Вот теперь сейчас вопрос о том, как они будут отыгрывать в защите. И, конечно же, как будут играть в атаке G2. До последнего все-таки идет автоматик. Не получается никого, кроме Апекса, забрать. Все-таки отметился одним фрагом в предыдущем раунде. Сейчас вновь будет сливной от североамериканского коллектива. И нагнетается потихонечку у нас обстановка в рамках этого пика. Не так-то просто все будет для Клауд Найн. Об этом сообщили G2. И сейчас возможность посмотреть на статистику. Аутематик 20 на 12. Бустер? Бустер. Да, бустит сейчас он Шрауда и Скадудла. Так и есть. Апекс с пистолетом в этом раунде. G2. Хороший байт. Риколаша голил. Хотя, опять же, мы знаем, что французы в таких случаях, когда они знают, что у их оппонентов Эка очень часто покупают маг десятки. И ты знаешь, возможно, здесь тоже что-то изменилось в игре у G2, в дисциплине G2. Что вспомню, ну, это постоянно было. Шок с маг-10 бегал в дроп-рум. И, ну, то есть, что ты не вспомнишь Коббул Стоун, именно от французов, Шок всегда в дропе там с магом бегает. То есть, даже на оружейных раундах патан просто не стесняется. Было такое дело, но кое-какие выводы ребята все же сделают. Апекс внедряется на точку А. И уже, в принципе, можно перетягиваться бомбе. Тут укрепление от команды Cloud9 не сработало. А сейчас будет очень неприятная новость о том, что бомба будет поставлена. И Апекс дальше должен кушать Натанк. Так, Апекс не залетает абсолютно по голове соперника. Натанк еще и успевает уйти. Ну, ладно. Самое главное, что сработал как разведчик. В рамках этого выхода своей команды на данную позицию Кейни сработал с Калашом. Есть уже один минус. НБК поддерживает. И неплохо Аутиматик там вместе с Кадулом врывается. Хороший хатшот по Кейни. Но, наверное, это максимум, на который способны игроки команды Cloud9. 8-10. Шок с минус на девятке. Шрауд последний. Ну, там, кроме как кьюспик, даже засейвить-то нечего. И тут, конечно, нужно просто пойти и погибнуть. Потому что за взрыв бомбы террористы в таком случае получат что-то платильное 300 долларов. НБК забираешь раунда. 8-10. И вот теперь, ну, скажем так, на этой дистанции очень важный раунд. Притом как для атаки, так и для дефенса. Для дефенса в целом, чтобы начинать как-то набирать, да, уверенность. И в целом показывать хорошую игру на пике соперника. Я, конечно же, про команду Cloud9. Ну, а G2 нужно взять этот оружейный для того, чтобы выйти на счет 10-10. Потому что там дальше будет эко у клоудов. И так уже будет даже совсем все неоднозначно для североамериканских парней. Согласен. У нас первый минус, возможно, произойдет возле сена. Apex на Аутиматик. А кто же все-таки кого? Но дело в том, что там силы неравны. Есть поддержка у Апекса. Также два его старших брата подходят. Аутиматик под смог работать. Апекса тут же отстреливает. И дальше не пошли у нас игроки атаки. И Аутиматик принимает очень интересное решение. Стоит дальше за этим смаком. Собирает информацию по миду. Говорит о том, что, в принципе, никто никуда не отходил. Попытка прошива Скадулу просматривает пространство под мостом. Туда пока что не выходили игроки команды G2. НБК ждет, наверное, флешку своего тиммейта. Но только так нужно выходить на этого Аутиматика. Скадулу неплохо открывается с АВП. И Аутиматик убивает НБК. Бадди вместе с Шоксом уже 2 в 5. Аутиматик просто сам здесь закрыл раунд, честно говоря, вот этими своими двумя минусами. Ну, понятно, что при помощи Скадулу, который смотрел Яму. Но вот Аутиматик там, конечно, отыграл просто на 100%. Насколько тайминговый крутой смог мы только что от него увидели. Откидывается. Тут уже Апекс пытается под него выйти. Тоже попытка даже неплохая. Но дело в том, что у тебя два тиммейта за спиной находятся. Да, они выключены полностью. Оказывается, ни с чем. Да, ты попытался выйти. Убил бы, был бы красавчиком однозначно. Но! Вот ситуация все же 8-10. И вы не имеете преимущества. Соответственно, этот риск, он не всегда оправданный. И в такой ситуации еще более. Бадди остается последний. 1 в 5. Здесь все очень будет круто для команды Cloud9. Если особо девайсов не потеряют. Правда, Шрауд ошибается. Скадулу тоже исправляет все допущенные своим тиммейтам ошибки. И это 11 в 8. И сейчас будет закупаться команда G2. У Кенни очень мало денег. 1450 после этого раунда. Соответственно, будет у него дроп от тиммейта. Но еще и Бадди покупает АВП. Понятно, что полетит у него в руки Кенни. И остальные ребята тоже будут испытывать уже в следующем раунде определенные экономические проблемы, если все-таки не зайдет сейчас. Cloud9 могут уже, если выходить на 12-8 счет, то даже будет заявочка очень серьезная на взятие этого Коблстоуна. Пока что готовилась там небольшая агрессия от игроков защиты на боковом. Все-таки не пошел дальше. И это правильное решение. Потому что Кенни просматривал данную позицию в прицел снайперской винтовки. Откидывается смог аутематиком. Все очень правильно. И, соответственно, уже готовится выпад на верх-низ от звена Бадди и его тиммейта. Шрауд кидывает флешку в дроп сейчас. Ну, возможно, выйдут игроки G2. Но там, на самом деле, очень уязвимая эта позиция. Шрауд играет с UMP. Играет он только со стороны B. То есть, да, вот эта часть дропа, которая ведет к выходу на точку B, она присматривается Бадди. И он с UMP. В принципе, там нет хелпы по-хорошему. Потому что Скадудл играет с ВП, присматривает яму. Если нужно будет сейчас фокусить дроп, то у клаудов могут быть проблемы. G2 занимает хорошую позицию. Здесь Шокса с Калашом. Уже, в общем-то, можно с дропа атаковать. B-пленд. Но вот G2 начинает двигаться дальше через платформу. И, возможно, клауда сейчас начнут уже читать выход на B. Хороший молотовый Алексей. Еще и второй полетел под плато. Соответственно, если будут прыгать, то только на угли. Команда G2 тут без шанса. Просто спрей от Сьют. Окей, минус 2 Шрауд тоже поддержал. И минус ну Шокса. Только сейчас Бадди на размине 24 хп. У него остается после контакта с соперником. NBK фуловый. Действует за кубом. Нужно пушить эту позицию. Но Шрауд ее, наверное, неплохо просматривает. Фэшка в никуда абсолютно. Хотя попытка была неплохая. Но все-таки добирает NBK. Но и Бадди только одним минусом запомнился в концовке этого раунда. Как же уверенно играет Клауд Найн. Крутые ребята, да. И при том, на оружейных раундах. То есть проиграли пистолетку. Счет свели с 10-5 до 10-8. И взяли два подряд оружейных раунда. Клауд Найн очень круто смотрится. При том G2 попытались в одном случае зайти на точку А. Были закрыты. Во втором случае попытались зайти на точку Б. Тоже были закрыты. Ну что-то подобное у нас было вчера. Ну понятно, что не по ПГСе и раунда. А вообще по уверенности команды Клауд Найн. И такое чувство, что против G2 у них реально летит. То есть они имеют какую-то дополнительную мотивацию. Потому что против Immortals вчера совсем уж не зашло на Инферно. Но вот сейчас какая слепа от Шакса. Это ответ на стюд ТК на друге. В Соло просто разносит свою позицию. Скрывает, но и соответственно три минуса тут же. NBK тоже поддерживает. Автиматик последний. И спрашивает, ребята, как же так? Вот один парень ваш вышел. И ваши позиции размотал без шансов. Автиматик последний. Но только один минус по NBK. Кенниес с АВП уже не промахивается в этой ситуации. 9-12. Руками Шакса. Ну вот много ли раундов могут взять французы? Потому что, да, один раз сыграли. Там Шокс проперся. Вышел на платформу. Сделал три минуса на B. Изи открыл точку. Как сегодня Ангел с ЦЗшкой на Инферно. Красиво было. Да, были у нас такие истории. Но Шокс всегда старается. То есть я сколько матчей команды G2 не смотрю, этот парень всегда хочет побеждать. И, ну, это легенда французского Counter-Strike не только. Ну и сейчас он показал свой очень крутой АИМ. Ну и за счет этого команда G2 может вернуться. В этом раунде уже определенные экономические проблемы команды Cloud9. Видите, Шрауд работает с 5-7. Есть UMP-шка от Автематика и МК от Скадула. Натвинка и Стюит ОК. Работа через верх-низ от NBK. Неплохой смок. Соответственно, просматривается только одна позиция. Но мы просматриваем также сетап от команды Cloud9. Они отдают верх-низ, а только Шрауд отвечает за эту позицию. И то он будет слушать и давать информацию. И если что, под флешку тиммейта врываться с 5-7. Ну, в целом, пока вот Cloud9 верны себе, верны свои модели защиты. Это вот 3 плюс 2. Два игрока стоят на точке А, присматривают обычно рукав. Один из них, второй играет на хелпе в яме. Ну и вот G2. Могут поймать хороший тайминг. В частности, Apex выходит через яму. И просто, наверное, сейчас зайдет в коннектор. Ой, Скадула вовремя. Забирает Вадзи, внедрился уже за хуб. Есть минус по дабингу. Работа по шоксу. И она провалена отсюда, КНС. АВП расчехляется в этом раунде. Ну и Шаут понимает, что нужно просто ориентироваться, уходить в коннектор. Там уже погибает Аутиматик. Шаут в итоге, опорник, который принимал верх-низ, остается последний в этом раунде. Да, очень круто здесь G2 просто разыграли. Вот на самом деле. Тут получается, понимаешь, со стороны для клаудов это выглядело как атака одновременно на все фронта. Да, потому что был чел в медле, вышел с платформы игрок, на платформе остался. В драпе кто-то был. Кто был в драпе? Не помню. Кто-то был в драпе или не было? Неважно. Я тебе говорю, просто поверь мне. Да, НБК, кстати, работал. Вот выглядело это реально как атака на все пленты одновременно. То есть мидл и Б. То есть тут G2, конечно, тоже проявили гибкость и проявили характер. И взяли уже два раунда в ответ, в свою очередь, французы. Да, у нас такими темпами может и до допов дойти. Но я только за. Я только за красивый Counter-Strike. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже нравится смотреть этот турнир вместе с нами ночью. Ну, понятно, что у всех разные часовые пояса. Всем привет еще раз, ребята, от студии RUHUB. Сегодня с вами Уха. Сегодня с вами Энканис. И у нас тайм-аут у команды Cloud9. А математик пишет о том, что нужно обсудить. Есть две минуты для того, чтобы решить, что не получается в защите. Действительно, два очень важных раунда они проиграли. Просели по экономике. Сейчас, скорее всего, будет ЭКО. Максимум пистолеты с армором и какими-то флешками, хаешками. Или закупаться, как-то пытаться. Кеннис нервный, смотри, нервничает. Да, нервничает на самом деле. Он понимает, что приехали на турнир. Они, в принципе, такой турнир должны выигрывать. Да вы буквально несколько дней назад играли против Astralis и две карты у них отжали. Да. И G2, в принципе, находится сейчас в неплохой форме. И они это показывают. И опять же, в том же интервью, о котором я вспоминал, Апекс говорил, что вот мы приехали после Starladder. Это очень, скажем так, мы получили уверенность. Мы получили уверенность в том, что мы работаем, и это как бы приносит результаты. И плюс он еще вспомнил о том, что на ESL Pro League они были на дне. И, как он это назвал, просто играли в свою игру дальше. И в какой-то момент мы просто увидели, как мы начали подниматься по таблице. И в итоге оказались в топе и уже гарантировали себе место в Dallas. Да, тут уже ребята могут надеяться. Бадди, хорошее настроение. Игра с камераменом. Ну и всегда очень хладнокровный Аутематик. То есть у него лицо вообще не читается. То есть в покер ему можно играть нормально. То есть если бы он присел за стол, то я не думаю, что кто-то мог бы его прочитать. Блеф или нет. Ну и Апекс тоже сверх такой агрессивный игрок команд G2. Всегда выходит первый. И не всегда, конечно, это окупается. Это совсем другая история. В этом моменте против Cloud9 у него, в принципе, очень много получается выходов на точку А. Ну как у него, в принципе, выходит вот так вот выходить. И при том, что он не встречает никого из игроков защиты. Это тоже секрет. У нас врыв. Просто решили быстро заканчивать этот раунд. Cloud9 врыв на мидлтон. Кенниеса пытаются загнать. Он уже оформляет минус. И, соответственно, дальше нужно работать. Но не получается. Шаут уже может забирать это АВП. Есть только маг десятка от Stuart. И этот не тот девайс, которым ты хотел бы остаться после этого размена, после этого переполоха, который оказался у нас на миде. Но здесь как-то вот Cloud9 сыграли очень просто. Запушили мидл. Но насколько, на самом деле, они доставили проблему своим оппонентам. И каждый раз те, кто играли с Маком и с АВП, в данном случае это было Апекс и Кеннис. И я имею в виду, каждый раз, когда перестреливались, они сделали один килл и тут же их съедали. Просто тут же. И в принципе могли быть проблемы. Но все-таки справились. НБК пришел, засейвил всех. Сделал еще три минуса заключительных. И в итоге все-таки G2 взяли этот раунд. Ну вот это было эко, но теперь сейчас уже у Cloud9 будет закуп. Вопрос там по АВП, по-моему. По поводу этого раша через мидл. Очень любят NIP выходить на Коблстоуне. То есть понятно, что сейчас спад огромной командой NIP. Но некогда они играли очень даже круто эту карту. И они были даже законодателями мод. То есть раскидки были, раунды были и такой выпад тоже был у них в арсенале. Шокс! Врыв! Через мидл в соло просто вскрывается. Скатодал там без шансов отлетает. И, соответственно, можно раскидать, можно выйти на любую позицию. Перетяжка. А бомба-то идет у нас по точку B, которая оставлена полностью игроками защиты. И это все благодаря одному бойцу и на ему шокс. Тут как-то и Cloud9 тоже сыграли довольно примитивно в плане смещения. Так, Сьюи может поймать хороший тайминг. Делает один минус. Второй пока ему не дадут сделать. Тем не менее ситуация 4 в 4. Но плен занят. Очень тяжело будет делать такой ретейк. Очень тяжело. Попытка будет. Забрали все-таки одного NBG. Кенни неплохо отстреливает на Атанга. Врыв готовится от Сьюи. Через смок Кенни промакивается. Тут же есть Сьюи со своим минусом. Но дальше против Бадди не попер. Бадди работает через камень. Тут тяжелейшая ситуация. Но вот, наверное, попытка дождаться Аутематика. Тот до сих пор еще направляется на поток. Бадди, как же опасно. Тут пытается убить соперника, внедряющегося в смок. Но шоу с разворота слепущего противника забирает ситуацию 2 в 2. Апекс вместе с Шаксом очень битый. Но стрельбище от Апекса. Минус 2 просто в секунду. И 12-12. Восстанавливается временная ничья. Мне очень нравится игра. Шокс. Очень классная игра. Смотри, у Шакса статистика 12-15, ребята. Да, там у нас есть один уже боец, 22 фрага. Но насколько вот у нас сейчас четкое подтверждение того, что статистика не решает. Потому что эти 12 фрагов у Шакса, они настолько важные, что любой фраг Кенни, он вообще нивелируется здесь. По важности так точно. Но давно же известно. Давно известно, что фраги в игре не решают. Понятно, что есть люди, которых прет. Но опять же, вот сегодня Ангел. Да, посмотрите, сколько он настрелял. И толку. Все равно команда проиграла. То есть, опять же, это вам, друзья, говорит о том, что никогда не обращайте внимания на статистику. Понятно, что ты не можешь выиграть раунд, если ты не сделаешь киллы. Это очевидно. Но есть важность раундов, которых ты там, ты можешь взять раунд один в два и потом сидеть на дне просто там 5-7 раундов подряд. Но этот раунд будет настолько важен, с точки зрения экономики, морали, всего. Поэтому тут, конечно, никогда не нужно обращать внимания на статистику. Тем более такого игрока, как Шокс. Ну, 12-15. Я же говорю, что был у нас выпад минус 3 через плато. Потом вот выпад сейчас на Скадула. Но настолько много позитивной. Ну, вообще работы для своей команды он выполняет. Ну, КПД просто зашкаливающий. У Ришара. Ну и что? Есть хороший байт команды Клаудная. Нужно уже догонять преимущество минимальное французов. Мак-10 у Апекса. Тоже интересное решение. Учитывая то, что там у нас девайсы. Выпад на верх-низ. Шаут как же не убивает. Стюет кидывает флешку. Проблемы у Клаудов. Тут нужно, наверное, еще как-то в первую очередь дроп выбить. Вообще Шокс находит минус по ультиматику. Бадди открывает даже Пустюи. Бэп Пленска Дудл на плейте. Дело два минуса. Бадди отвечает. Ну и ситуация один в три. Там два красных, кстати. Но тут Кеннис уже законтролил Матлинга. И четырнадцатый раунд для Джедула. Когда у вас на девайсном раунде просто Мак-10 делает опен фраг на дропе, то значит что-то не так. Значит что-то просто не идет. И сейчас команда Клауд Найн попадает под каток своих соперников. Просто быстрые раунды, выпады, молниеносные фраги, размены. Ну и Клауд Найн пока что с этим не могут. Будут просто справиться. А вот они выключились. Одни включились, вторые выключились. У нас такие вот небольшие качели могут быть. Пропали. Сейчас вот интересное решение от команды Клауд Найн. Да, закупаются некоторыми пистолетами, но экономику сохраняют на последний раунд. То есть они сейчас уже, ну не то чтобы соглашаются, но отдают соперникам раунд и уже будут тащить на допы. Если не получится сейчас с пистолетами вчетвером на точке веб перестрелять. Ну медленно сейчас играет Джеду. Последние раунды они задавали такой довольно динамичный темп. Бадди промазал Молотов, судя по всему. Да, траектория пока говорит о том, что как раз таки он его промазал. Молотов никуда. Но здесь мы видим, что Джеду даже не собирается выходить. Ждут агрессию. У пацана светится автомат. Так, nothing. Сейчас Бадди под флешечку выходит сам в соло абсолютно на платформу. Делает первый минус. Уже врывается, а у тематик втыкает. Просто сует СЗ в Бадди, но там же Шокс подстраховал своего тиммейта. Раздобыл в итоге СТЮ и Калаш. Шраус с 5-7. А, Сдигла делает минус по НБК. Но здесь вот что-то Джеду как-то, ну, не то чтобы по одному, но как-то вот несколькими этапами попытались выйти на Б. В итоге перетягиваются и уходят на Аплэнд. Апикс видит соперника на девятке. Ой, срубает без шансов с Кадутла. Там щелкает, как орешка. Шраут горит. 14 хп, она поняла, что есть АК-47 у СТЮ. Тот действует вместе с своим тиммейтом через коннектор. Но бомба уже поставлена. И, соответственно, эта миссия невыполнима. Практически еще один смок летит у нас на дверик. Кенец просматривает выход через позицию. Шраут, будучи красным, забирает одного в соперника. Ситуация уже 2 в 2. Если Кенни промахивается, то это провал. Нет, все-таки есть минус по Шрауту. Но СТЮ и такое может тащить. И он здесь, в принципе, можно китаться. СТЮ и... Сейчас может забрать просто Кенниса. Как? Получается, 13 хп остается у Кенни. Тут реагирует, отпрыгивает. Делает этот минус. 15-12 матч в бой. А он делает минус по Кеннису. Ситуация один в один. Можно забрать ЭКО. И он уже читает последнего противника, который ставил бомбу. Ну, здесь, конечно же, на грани провала действовали ребята из команды G2. Но смог Кеннис реагировать на агрессию от его соперника. Ну что ж, возможно, последний раунд. В рамках этого Кобблстоуна два ЛП от команды Клауд Найн. СТЮ и ТК вместе с Кадудлом. СТЮ и, кстати, да. А сегодня мы видели Шрауда с АВП. Тоже с двумя авиками. Трима поинта для Клауд Найн. Подсадочка на медле. Аутиматик просматривает яму. Ну, мне кажется, что за счет этой подсадки Клауда хотят укрепить Б-плэнк. Потому что стоит вот Скадудл с АВП. А, он смотрит яму. Но он, конечно, на самом деле немножечко немобилен. Шокс опять. Посмотрите, что творит этот наглец. И уже заметил соперника. Не заметил, не заметил. Он просто проходит сейчас для того, чтобы был хороший угол. Заметил 100%. Убирает. Нет, не получается. Скадудл. Бред, конечно. Шокс должен был убивать типа 100%. Но я тебе говорю, он не заметил. Заметил 100%. Нет, заметил для того, чтобы выйти и с хорошей позиции убить. Возможно, даже увидеть второго оппонента. Тут была игра. Он 100% смог увидеть. Да и на радаре появился противник. НБК замечает и убивает ликвидацию Шрауда. Успешную. Абик все же все-таки делает. Тюй работа через плент АВП. Но тут же размен от Кенни С вместе с снайперской винтовкой. Он тоже умеет обращаться против противника. В этом раунде он это доказал. Скадудл вместе с Аутиматиком. Будут ситуации 2 в 2, если не ошибаюсь. Бомба поставлена на дефолте. Кенни просматривает пока что выход через верх-низ. Бадди ассист будет давать через плент. Аутиматик там пока что неплохие флешки летят. Но действий под них абсолютно нет. Аутиматик будет выходить через дефолт. Там Бадди откинувает эту франату. Бадди выходит все-таки на хороший угол. Кенни вместе с своим тиммейтом уже остается в ситуации. Да, все-таки с проблемами. Но G2 забирает свой пик. Следующая карта у нас DeInferno. Это выбор команды Cloud9. Но игра мне понравилась. Очень классная игра. Да, иногда действительно можно выделить, что одни включились, вторые выключились. Было такое заметно. Но когда включались одни, выключались другие, было видно, насколько круто могут играть Cloud9. И они играли круто. И этот Cobblestone был действительно хорошим от них. Король написано на... Кинг! Сейчас бы... Ладно. Но тут действительно был король Cobblestone у нас. Но не Шокс. Но у него... Как бы король, у которого фрагов меньше всех, скажем так. То есть король был, например, Ангел был королем, можно назвать. А здесь скорее серый кардинал. Серый кардинал карты Cobblestone. Потому что вот самый тот важный раунд, где он открыл точку B, вышел с плотов, делал минус 3. Это было начало мини-комбэк от команды G2. Ну и все-таки смогли, ребята, свой пик забрать. Следующая карта Inferno. Выбор Cloud9. И я напоминаю, что вчера они Inferno проиграли Immortals. И, соответственно, выбор Inferno сегодня — это тоже что-то из ряда такого интересного. И, может быть, они просто сделали какие-то, не знаю, выводы для себя, работу над ошибками. Но мы посмотрим. Через несколько минут, ребята, не переключайтесь. Это DreamHack, Остин, студия RUHUB, Ухайен Канис. Не спать! И сражение! Да, сражение нельзя ни в коем случае спать. Cloud9 и G2 ждут. Не спать!